Уже не один год парламентский адвокат принимает граждан по вопросам конституционных прав человека, а Урелия Григориеву принимает граждан в населенных пунктах два раза в месяц. Парламентский адвокат занимается защитой фундаментальных прав, которые предусмотрены гарантированной конституцией и международными конвенциями, стороной которой является Республика Молдова. Вот, допустим, предыдущий петиционар, значит, я усмотрела в том, что, вот в его сумбурном объяснении я усмотрела, что в отношении него допущено нарушение права на передвижение. Это фундаментальное право, оно закреплено конвенцией европейской. На прием к амбудсмену в Чадролунге 28 мая было записано более 15 человек. Люди обратились за защитой своих прав по различным правовым нормам, вплоть до бюрократических моментов. Наши конституционные права, значит, нарушают земель, вопрос земли. Примарея Бешгерс. Или не знают законы, или не хотят, не знают. У меня вопрос насчет страховая компания приняла решение, вот 27 мая 2011 года было, 623 приказ о том, чтобы были льготные медикаменты. Сейчас отменили, вот в апреле месяце, приказ 492-139А. По вопросу наших подвалов. 23 года проживаю в этом доме, со сдачи еще, когда сдался дом, но ни одного ремонта, никаких услуг, ничего не проводилось у нас в подвалах. Я с юбилейного 5, можно сказать, почти так же, но у нас еще с марта месяца нет воды. Тоже труба сгнила, в кухне, правда, ванная есть, в кухне нету. И нету никого, ходишь в коммунхоз, в ЖГХ, идите в АП-канал, идешь в АП-канал, идите в коммунхоз. Это не мы, это не мы. Собирайтесь все вместе, дружно делайте, это не мы, это не мы. А платить требуют. Жена уже инвалид первой группы, она уже 12 лет получила травму на производстве, и после операции она слегла. И мне пришлось, в связи с тем, что она нужда в постоянном уходе, мне пришлось оставить работу. Представляете, я никаких помощей не получаю. Парламентский адвокат рассматривает обращение на действия или бездействия центральных и местных органов публичной власти, учреждений и предприятий, независимо от вида собственности и должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы граждан.